По австралийцу было огромное желание зайти на продажу. Сделка по системе баллов соответствовала. Здесь появился HFT объем с перевесом 90% покупок. Этот HFT объем снес стопы, которые находились вот за этим уровнем. То есть многие тренды, следящие стратегии ставят стопы за максимумом волны. И это была именно эта область. Кроме того, подтверждение открытым интересам. Открытый интерес вырос на падении. Большое количество продаж, проталкивающий объем. Понятно, что его принял маркетмейкер. Здесь он разгрузился за счет этих стопов. Возможно и по дороге тут тоже разгружался. Предварительные продажи по количественной дельте. Здесь тоже присутствовали. Для меня эта область являлась целевой. Вот этот район. То есть, соответственно, я точно ожидал, что цена опустится. Это была внутридневная сделка запланирована. И по баллам, в общем-то, все проходило. Но вот касательно точки входа. То есть, когда вы видите вот такую картину HFT на тени свечи. Следующая свеча тоже с объемом в хвосте. Это уже хороший момент для того, чтобы войти. Но если присмотреться, то вот здесь находится объемный уровень. То есть, вот эти полосочки на свечках, максимальный объем, они очень хорошо помогают принимать решение в моменте. То есть, нам необходимо для того, чтобы зайти в сделку, чтобы цена преодолела вот этот объем. То есть, получается, чтобы она зашла хотя бы ниже. А лучше вот свеча, чтобы закрылась здесь. То есть, такое поглощение, можно сказать, медвежье. Чего в моменте так и не произошло. То есть, получается, что объем максимальный вот этой свечи, он был выше все-таки, чем предыдущие объемы. И именно вот это наблюдение, оно дало мне время, чтобы не зайти в данную сделку. И потом я уже увидел на вот этой свече, что движение действительно продолжится. Потому что вот очень внимательно нужно следить в точке входа за вот такими всплесками количественной дельты. Они очень часто показывают то, что будет дальше вынос. Если вот там, где вы хотите зайти в сделку на продажу, большая количественная дельта на покупку формируется, значит, что будет вынос. Очень часто, по моим наблюдениям, такое происходит. И, соответственно, цена действительно пошла повыше. Вот была ситуация, но, естественно, это уже было в то время, когда все спали, те, кто в нашем часовом поясе торгует. Если бы я такое увидел после того, как я здесь хотел зайти, конечно, я бы зашел в эту сделку. Опять, опять же таки, просчитал бы ее по системе баллов, чтобы она соответствовала. И вот цель этот HFT объем, она является вероятность 80% в данном случае. То есть, как и произошло, но очень важно хотя бы на половину позиции ставить take profit. Потому что часто происходит действительно такой резкий пролив и потом выкуп. И вроде бы цена дошла до нашей цели, но мы не успели закрыться. Потому вот на таких уровнях, если заранее понятна цель, она должна быть понятна заранее. Мы выставляем take profit хотя бы на часть позиции. Лучше на половину позиции. Всем хорошего дня. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok